Вот, в общем, я два слова скажу, что началось все тоже из-за квартирного вопроса, они одну квартиру продали, теперь хотят эту отобрать, а потом вот так вот потихоньку-потихоньку сначала начали репутацию портить, потом начали работу лишать, финансово обесточивать, обескровивать, потом начали у меня воровать все, что у меня было, я одно время работала за границей, то есть у меня много думать чего было. Они это выгребали, я из дома, они ко мне домой все повыгребли, все, что осталось, поломали, воруют, постоянно лазят среди бела дня. Полиция, естественно, посмеивается, никаких мер не принимает и так далее. В общем, грабеж среди бела дня узаконенный. Ну, узаконенный, да, это точно. Ну, на самом деле, есть же закон об оружии, который запрещает обороты этого оружия на территории. Да, у нас масса, у нас масса всевозможных хороших законов, но первые, кто должен их соблюдать, они же их и нарушают, и я ничего с этим поделать не могу. Угу. Ну, полностью, да, с вами согласна, но видите, это значит на государственном каком-то уровне уже такая вот мафия идет. Я так, вы знаете, я тоже не могла сначала понять, что и почему, я то думала, небольшая криминальная группировка, потом поехала к родственникам в Нижний Новгород, там у них жила, там туда достали, потом поехала в Чебоксар, в Чебоксарах достали, приехала в Москву, и в Москве за мной там гонялись, и я так поняла, что это идет из Москвы. И это делаются ООПы при полиции. У них есть отдел охраны общественного порядка, зашифрованный, чем они занимаются, никто не знает, но вот похоже, что они этим и занимаются. Да, все верно. Ну, то, что это да, какие-то органы там внутренних, не внутренних дел, а как-то... Это МВД, это МВД, у них спецподразделения, ну, может быть, и ФСБ тоже, да. Видимо, эти и другие. Ну, правильно, потому что такого рода оружие, это же не просто лазер, да, это же химическое дело. Конечно, конечно. Это оружие должен владеть какой-то... То есть его, во-первых, купить непросто, да, или даже если подпально покупать, то это стоит денег, всем это понятно. Соответственно, эти люди, значит, они непростые. Слушай, это оружие, я не знаю, как в Москве, а в Ставрополе где-то начали завозить еще в середине 90-х годов, и один мой бывший ученик как раз этим и занимался, и однажды он мне все это рассказал. Он еще в середине 90-х, потом его отсюда выжили, он уехал на Дальний Восток и так далее. Но оружие у нас с 90-х годов, и теперь вот у нас чипы здесь производят, кристаллы у нас здесь производят, все испытывают на пенсионерах в основном, или на тех, кто им не угоден, от кого надо избавиться. Очень хорошо и просто. Человек засыпает, он ничего не чувствует, и постепенно от него избавляются под видом естественных болезней. Понимаете, вот если у меня никаких болезней не было, и я выглядела очень хорошо, и мне не давали никогда мой возраст, то теперь мне надо их навязать. Вот они вот это вот пытаются сформировать то там, то там что-то вот под старуху. Теперь вот на лице начали там мимику всю эту искажать и так далее. То есть они нарабатывают руку. Но самое страшное то, что вот эти вот обезьяны, извините, иначе не назовешь. Вот они все где-то набирают, тех, которые ничем не могут заработать. Вот эти молодые мартышки сидят, и кнопки нажимают, им дадут аппарат, покажут, какие кнопки, когда нажимать, и скажут, если ты проболтаешься, мы тебя прибьем. Но при этом она хорошо кушает. Вот она все где и сидит наверху, никуда не выходит, сюда довольно, кнопки нажимает, и меня гнобит. Интеллектом на нуле, понимаете? Конечно, конечно, это даже может быть какая-то там Марфа Петровна из деревни, да, которая, в принципе, не особо много трепатит, заметьте. Понимаете, сейчас люди без работы, сейчас стараются урвать где можно и чем можно, что им стоит тот же мобильник. Они вот за мои знакомые с мобильниками гоняются, программу там, кнопку нажал, и все, и в троллейбусе или в маршрутке начинают ее облучать и так далее. То есть, да, это они по маршруткам, они в маршрутках облучают, она с дозиметром ездит, там зашкаливает радиация. Мы садимся с ней в маршрутку, 45 дозиметра показывает, микрозивертах, понимаете. То есть он заходит в маршрутку, вот в обычную, у газы, их садится, нажмет комбинацию в нескольких цифрах, и все посетители, вернее, ну, кто едет в маршрутке, всех облучает. А люди же не знают, не чувствуют. Слушайте, а вы каким-то дозиметром рентгеновские? Конечно, конечно. Да, дозиметр вон продаются они, самые разные. Конечно, да-да-да, которые эти, да, рентгенции умеряют. Ну вот мне рассказывали про тоже Московский комитет экологии жилища, что сначала была сильная организация, которая противодействовала этому злу, да, а потом вот просто стали убивать людей, которые стали реально с этим злом бороться. То есть, представляете, и получается, нас вот все... Я понимаю, у нас в городе мы создали тоже, как это у нас назывался, протестный комитет, первый в России, когда вышел закон о самом местном самоуправлении. И нам Путин даже первый грант выделил, там 150 тысяч и так далее. Организовали помещение, урктехнику, все организовались, все убирали. Сейчас первый председатель на том свете, второй председатель на том свете, вот так вот. У них принцип разделяя и властвует. Они сначала его разделили на несколько, потом по одиночке начали всем под онкологию делать. И люди, скоро посижены, самка якобы под онкологию ушли на тот свет и так далее. В общем, разделили и властвует. Понимаете, этим всем занимаются сионисты. Вот в нашем письме я там написала, вот у меня за стеной живет фекта. Сатанисты они, они якобы там Библию читают, Бога верят. На самом деле у них сатанистское течение, они по пятницам собираются, финансируются из Лондона. Очень тайно этим занимаются, из-под тяжка, и говорят, что нас очень много. Вот в России сейчас они этим и владеют. И этим оружием они, а у них принцип, у них, значит, разделяй властвуй. Убей Гоя, завладей имуществом его. Все, что имеет Гоя, все твое. Вот они из-под тяжка этим и занимаются. Ну, это получается по национальному признаку или какому-то другому, как вы считаете? Конечно. Я считаю, что тут только, тут просто идет гражданская война. Во-первых, они сейчас везде, вы сами видите, вот. Но если мы, славяне, не объединимся, они нас просто уничтожат. Вот и все. Нам надо объединяться, они этого больше всего боятся. Ну да. И когда славяне объединятся, тогда начнется массовый исход их в Израиль. Это у них даже в Турх написано. Угу. Ну, занимаюсь. Вот единственный способ нам. Ну, я на самом деле считаю немножко не так. Я считаю, что облучают всех, и славян, и не славян. И просто, знаете, есть вот политика... Неугодных. Да, неугодных. Неугодных. Да, вот элиты, контр-элиты, вот это они же сами придумали, но... Да, да, да. ...принципы, какие-то у себя там шмотки там какие-то плохие, ты все, ты там деревня, да, там получше, ты вроде наш человек. Ну, то есть принципы тоже. Если совесть есть, там воровать не умеешь, то там как бы не наш человек, да, там слишком... Да, 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 да. А если там... Ну, что правильно. Нет, ну, опять же, вы посмотрите, вот у нас здесь, например, только они этим занимаются. Я вот ни одного такого более-менее нормального человека не видела. Только они, они тут везде. Ну, вы поняли, кто? А, ну да. Псиопа. Они тут везде во власти сидят, понимаете, вся власть, банки, образование, власть все в их руках. Они это тайно все этим занимаются. Я не знаю, конечно. Ну, и русских полно продажных тоже, вот в нашем смысле. Наш народ сейчас за все продастся готов. Он думает, что если сегодня это его не касается, то завтра его это не коснется. Угу. А потом многие даже не подозревают, от чего они болеют, а на тот светухой человек спит, а ему навязывают. Ну, вот у меня вот... Он просыпается, я не пойму, вот у него все болеет. Да, 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 да. То же самое. Поэтому, ну, в общем, Саша, я хотела спросить, у вас, вы не нашли еще защиту от этого лазера? От лазера нет, власти. Я вообще, честно говоря, ну, вот стала заниматься, да, вообще защиты много. То есть защита, допустим, там есть графитовая штукатурка, которой можно обмазать стены, ну, поклеить обои, и даже не будет видна она, да, как бы такая вот, как штукатурка, и мажешь, там тонкие слои. И что она защищает, от чего? Ну, вот считается, от электромагнитов, излучения их точно, там уж не знаю, как насчет гаммы, там, излучений, да, радиационных, но электромагнитных вроде как защищает. Но опять, надо понимать, там экранирующее полотно сейчас продается, очень много, там есть листы специальные, там, на которые... А никакие листы? Листы там разной ширины. Металлические? Они не металлические, они, как вы знаете, линолеум сворачивается в рулон, вот примерно потолщине, по плотности они такие же. Но, опять же, такие, они не от всего все равно, то есть есть специально промышленные листы, тоже повышенной защищенности, они там для каких-то организаций, ну, в смысле военных комплексов закрытых продаются, и они, конечно, ну, стоят... Ну, не сказали, от лазера только цинку может защитить, но настоящий цинк или цинковое полотно я вот не видела нигде, например, кроме цинковых гробов. Если только покупать гроб и в нем спать, ну, там опять дышать надо через что-то. А вот этот лазер, луч лазера, он через щель проходит. Они сразу находят такую щель, и туда его быстренько заводят, этот луч. Понимаете, и все. И от него практически невозможно спрятаться. Да вы что? Ну, вот видите, я говорю, я так что, я не знаю, если я умру, он может сказать, какое-то завещание действительно писать уже, но не то что завещание, а то есть в моей смерти прошу винить, да, там, тех, кто въедет в мою квартиру. Тогда получается так у меня, что ли? То есть те, кто... А кому вы за завещание это напишите? Его тут же уберут, а оно исчезнет. Ради бога. Нет, ну, сколько пускать, что в СМИ пускать, это сейчас, что вот моя смерть не искусственно созданная, да, а то... Вы знаете, я вот сколько в СМИ пыталась, даже вот московские комсомолицы неоднократно ездила в Москве, было и туда, и сюда, и завтра, и они даже боятся на эту тему говорить. А, да? Ничего себе. Да, потому что они знают, что просто сами будут подвергаться такому же воздействию. Ну, да, они боятся, все боятся, все до одного, все боятся. Не боимся только мы, потому что нам терять нечего. Я сказала, помирать так с музыкой, вот и все. А, сколько это было? Мне это терять нечего. Мне еще 50 дней. Сколько? 50 дней. Нет, а в смысле, с какого, ну, когда это началось-то все? Ну, вот где-то, ну, вот так плотно на аппаратуру они с 2020 года перешли. А до этого так, эпизодически я наблюдала. А вот так вот плотно установили, вот у нас здоровый это был начальник МВД, и вот после того, как он взял его на нас в карьеру, уехал в Москву, вот это все началось. Ничего себе. Ну, в Москву я, кстати, обращалась. Я думала, что это у нас только так. Я писала ему письма, ему на стол ложились все мои письма, мы с ним знакомы. Вот, там то же самое. Горовой все письма отписывал в вашу лоб, там на 16 этажом выше. У них тоже, это охрана общественного порядка, к одному там уже исполнителю Самсонкину. Тот мне говорил, Марина, чуть позже, чуть позже. Вот так два года чуть позже. Что чуть позже? Я так и не поняла. Ваш вопрос на контроле. Два года время протянул, и все. И никакого контроля. Понимаете, как душили, так и душат. Но когда он звонил из Москвы, из Саврополя, они на некоторое время выключали. Когда у меня было не в Моготу, и когда затравили весь подъезд, тут все задыхались. Они еще вот чуток тут полоскались кислотой, что весь подъезд задыхался. И когда я ему говорила, люди, дети тут в подъезде, причем они, он позвонил раз и выключили. Да вы что? А кто он-то? Я еще раз не поняла. Ну вот этот исполнитель, которому отписывали все мои заявления. А, ну в смысле это по варханительным органам? Это полицейский какой-то режим? Да, да, конечно, конечно. Я так считаю, что этим полицией занимается. Ну а кто им сюда? То, что они, даже полиция владеет такими оружием, это понятно, что в руках оно может оказаться в чьих руководных руках. Вы же понимаете, что переводят... Да я понимаю, я все прекрасно понимаю. Кремль, криминал сейчас очень хорошо оснащен. У них денег дофига, и можно на черном рынке все, что хочешь купить. Вот именно, вот именно. Тут попробуй разберись, кто этим занимается. И так нет, но дело в том, я их три года прошу проверить смежные квартиры, пишу, где что стоит. Проверьте. А они говорят, мы не можем. Или пишут факты, и не подтвердились. А кто их пытался? Сюда никто не приходил, никто не... А так они не реагируют вообще. Да, да, да. Понимаете, если бы они реагировали, другое дело. Я бы уже не говорила, что это они... Они даже, вот у меня были примеры, когда мои заявления в полиции продавались. Вот банально, да, ты пишешь заявление, там, угроза жизни, у меня там... Прикладываешь доказательство, все есть. А тебе пишут... А тебе, ну, естественно, ты получаешь отписку, и прямо продавали мое заявление, там, за 150 тысяч. Представляете, что это такое? Кому? Кому продавали? Тем, кто звонил. Ну, смотрите, есть криминальная группа, которая заинтересована в том, что вы... На вас ставите опыт. Они с этого имеют спонсирование. Их спонсируют. Да, да. Финансирование. То есть, да, ну, там, не знаю, уж Лондона нет, а, ну, по крайней мере, да, это действительно международная мафия тоже, и не только у нас, это и в других странах, и Германии там жалуются о том, что их облучают и так далее. Вот, но это самое... Я к тому, что вот это налаженный трафик, так называемый, да, прикрытый... И они имеют большие деньги. То есть, раз это спонсируется, значит, есть деньги, которые тратятся на подкуп... А нам дают отписки, да? Нам дают отписки, вот. А на нас нехорошо называются. Все на нас зарабатывают. Да, да, да. То есть, да, это фактически торговля людьми и их вообще жизнями, это даже, я бы так сказала. Да. Уже не говоря там о транснациональной... Действительно, потом наши там, извините, если что-то случится, ведь вы не забывайте, что, например, очень большой спрос на внутренние органы. Трансплантация жизненно важных, сердце, почки, да, конечно, понимаем, у нас здесь отравлено больше, но опять же-таки, есть органы, которые сохранились, которые можно использовать. И то, что, конечно, звучит просто ужасающе, но это так. То есть, этот бизнес пахнет именно тем, что даже после смерти наши органы будут использоваться. Мне сказали, вот, например, в открытую, что мне хотят изъять сердце и почки для перепродажи. Мне говорили в открытую. Знаете, как бы полушутя, но и было понятно, что это уже не шутки, а уже как бы констатация факта того, что раз ты знаешь, ну, знай, да, мы тебе все равно прибьем и продадим твои органы. То есть, вот в таком ракурсе говорилось мне. То есть, они не боятся ничего. То есть, они видят, как мы нервничаем. Для их это смешит просто, знаете, то есть, мы как... Да, я знаю, я все это вижу. То есть, психологически, это просто как вот фашист со своей, действительно, там, жертвой в концлаге. Нет, это хуже, понимаете, фашисты делали открыто, а эти делают тайно. А, и потом, фашисты так не издевались. Там крематория, там все. А у нас это еще хуже, чем фашисты. Ну да, да, собственно, я с вами согласна, что я говорю, да даже использование органов, даже после смерти человека, ну то есть, о чем тут говорить вообще, да. Вот. Здесь все на самом деле. Ну, и при чем среди... И так это узаконено, на государственном уровне, никто не реагирует, никто. Ни в администрации президента, ни в правительстве, ни во всех этих... Ни в Кривственном комитете, в Бострыкино мы направляли. Ну и что? Все, что скажется тому, на кого жалуешься. Все. А эти посмеливы все отправляют в архив. А ты дурак. Вы знаете, как мне говорят, что в таких случаях, если человек попадает в такую, да, ситуацию, мы уже как бы не жильцы, они считают, что у нас нет будущего, что мы там кончены абсолютно там, как говорится, да, пытаются уничтожить всю семью, то есть сначала ее как бы рассорить. Я это знаю, мне уже уничтожили. Да? А каким образом? Да, меня уже... Ну, таким... С мужем развели, отца отправили на тот свет, который со мной жил, сына женили на своей там, и запрещают ему вообще со мной даже по телефону общаться. Ничего. Ну вот оставили... Оставили меня одну, да. С ума сойти. А у них, в принципе, разделяют властвую, понимаете, по одиночке легче со всеми расправиться. Совершенно верно, я вас понимаю, да. У меня то же самое примерно. То есть, и причем, вы знаете, они же играют на эмоциях, получается так, что вы можете... То есть не вы члены вашей семьи, вот мы, например, осознали. Вот я считаю, что все те, кто вообще, в принципе, должен знать каждый об этом, потому что, ну, действительно может коснуться каждого. Все мы понимаем, что вы... У нас народ ужасный народ. Русский народ, я считала, что его самым духовным и самым правильным, а теперь убеждаюсь. Вы понимаете, до него то ли не доходит, то ли он боится даже об этом думать. Они даже не хотят ни слышать, ни задумываться. Вот у меня сейчас соседи уходят на тот свет одна за другой, понимаете, эти бабушки. Причем я вижу, что их облучают, и что и с ними точно так же работают. Я не знаю, понимают они это или не понимают. Ну, в общем, хоролят одну за другой, и все с одинаковыми симптомами. У меня тоже есть. У нас то же самое в доме. Так у нас, это у кого, знаете, рейдерский захват. Даже не то, что рейдерский, а избавляется от... Ну, во-первых, жилье, да, имущество. Жилье это первичное. Да, конечно, конечно. А что, избавляется от старого поколения, как ненужного, да? Ну, говорят, что госпрограмма какая-то есть избавляться от пенсионеров, потому что пенсии, как бы, временем на государстве лежат, и поэтому пенсионеров постепенно убирают. Ну, так они под этим делом всех неугодных убирают. У кого можно что-то брать, у нас тут один лузун как-то раньше висел, пока ты спишь, не спит жилье, и отберет твое жилье. Ну, это точно, точно, совершенно. У нас один, ну, так, один. Причем, видите, получается, независимо, город это Москва, да, у нас... Нет, нет, абсолютно везде. То есть, ну, вот, сколько таких? Почему молчим? Потому что молчим, потому и облучают. Так вот, не надо молчать. Это вот вы поняли, я поняла, там еще, но никто не хочет слышать, никто не хочет понимать. Они молча уходят на кладбище, молча. Так вот, не надо молчать, надо весь интернет забивать вот этим всем. Пусть люди читают, и пусть до людей это доходит. Я еще хотела сказать, вы совершенно правильно рассуждаете, я именно так же рассуждаю. Я еще хотела сказать, что многие, почему не осознают, потому что, смотрите, есть все-таки психотипы, есть генетика, есть, там, не знаю, психологическая стойкость, да, какая-то там, психологический аспект. Ну, Анна Яковлевна говорит, что все зомбированы. Я уж не знаю, насколько все, но тут... Да, и поэтому я тоже хотела сказать, что, например, как это, многие, да, почему не хотят, потому что им изнушают, что это не надо. То есть, получается, ко многим подключились на таком уровне, что они уже действительно ими управляют, ими, ими, их эмоциями и мыслями управляют. Да управляют, чем хотят, понимаете. Что хотят, то и делают. Ну, получается, что у тех, у кого-либо срабатывает инстинкт самосохранения либо просто сознание на высоком уровне работает, да, как вот обычно это научные люди, аналитики, которые привыкли не на веру принимать какие-то слова, а все-таки анализировать. Те, которые способны анализировать и делать выводы. Да, да, да. Понимаете, таких у нас, к сожалению, Ну, да. То есть, ну, одно понятно, что кто-то боится, кто-то, допустим, да, кто-то пытается, но получает за это еще больше, как говорится, да, то есть так и дает понять, что раз будете сопротивляться, получите еще больше, как говорится. Ну, так они, кстати, и делают. Вот так отправим алиекарь какой-нибудь материал, они нас с утроенной силы начинают долбить. Да, вы что? Да, и челюсти уже все поискорежили. Вы не представляете, вот и у меня, у знакомой, так они уже начали нам лицо менять. Это ужас какой-то. Не чувствуется. Засыпаешь один, просыпаешься, зеркаль себя не узнаешь. И там загибают, там какие-то шишки, там рассасывают, эти зубы бедные двигают, как хотят, во рту эти зубы. И вы не представляете, что они с ними делают. Коренные зубы выводят вперед. У меня был коренный зуб, по-моему, здесь вот на верхний, верхний коренной, теперь над передним зубом, над нижним стоит. Вот это ужас какой-то, что они творят. Все меняют. И глаза, и скулы, и вообще ужас. Что хотят, то и творят. Уродуют, как хотят. Да, я полностью согласна. А вы знаете, я вообще беременная. Вот вы говорите, стариков, какой там стариков, мне 37 лет, у меня семья, почему-то пустили слух, что еще мужа, то есть они, видимо, с помощью психотроники, вот еще они... А на психику, конечно. Нет, но другой живой, как же не так, не опорочит. Нет, смотрите, есть, они могут, как бы, возбуждать какие-то инстинкты, в том числе, допустим, половое увлечение. Причем, как у мужчин, так у женщин, да, если говорить о сфере, там, интима. И, соответственно, я просто вот недавно осознала, причем поняла, что действительно, это так и происходит. Допустим, какой-то мужчина на вас положил в глаз. Ну, я там не говорю про пенсионеров, там, помоложе. Все. То есть, женщина подается обработке тут же, то есть, моментально обкалывает специальными вот этими всякими стимулирующими, да, влечения. А как они обкалывают? На расстоянии? На расстоянии с помощью того же химического лазера, да. Причем, это можно, не обязательно делать из соседней квартиры, можно делать из машины, вы не забывайте. Потому что... Я знаю. ...дальность лазера, извините, она до 10 километров может доходить спокойно. То есть, и даже... Да, я знаю. Там есть... или где-то там он тебя кольнул. Вот, извините? Ну, хорошо. Но для чего они это стимулируют? Объясню. Вот, допустим, был такой левшис, тоже, кстати, по-моему, на сайте комитета за гражданские... Ой, за московское экологие жилище было опубликовано это. Вот. И... Потому что он искал себе невесту. И... То есть, это какая-то идея фикса мужчин, которые, скажем так, неравнодушны к женскому полу, повышенно какое-то имеет тоже там влечение, интерес. И они вот как бы, да, вот искали себе таких идеальных жен, так называемых. То есть, такие, знаете, кремлевские развлечения, можно сказать, тоже из этой серии. Вот. То есть, как бы, а, вот мне эти бабы надоели вещь, но у них там не поймешь, что на уме. Да, давайте, давайте ковырнем и посмотрим, о чем думают женщины, как ее лучше управлять. Вообще, мне нужна вот послушная работа. Не то, что кто-то мечтает вообще чуть ли не о рабыне, действительно, да, в том числе и в сексуальном там плане. Кто-то мечтает о том, чтобы, не знаю, она ходила, молчала, там, убирала. И вот они решили с помощью этого решить такую проблему себе, да, себе, любимым господам, как они себя считают. Они же ставят выше себя эти люди, если можно назвать людьми. Но теория того, что мы выше всех, а вы там какие-то мухи, жалкие, да, потому что они понимают, у них в руках оружие, они могут там любого направить, в принципе, и обколоть чем угодно, и потом издеваться, как хотят, как хотят, и никто, и якобы, этой жертвы не поможет, да. В общем-то, она, в принципе, даже и работает. Это теория, конечно же, не только теория, но и вот практика. Вот. Соответственно, таким образом, вот по поводу женщин, достаточно молодых, это я тоже могу открыто сказать, и знаю, даже на себе, что меня пытаются, да, куда-то, так же вот продают, знаете, принцип вербовки, он такой же. Принцип продажи в рабство, в том числе сексуальное, даже если брать, заходя из этого расчета, то есть одна жертва приносит огромные суммы. Я имею в виду, вот я говорю, да, полно таких, которых продают сексуальное рабство, это же живой товар. Ну, это люди, это Украина и Молдавия, то есть молодые девчонки, которые, вот это мы, я говорю, еще как-то интуичим где-то, да, может быть, даже не знаю, бывает же просто в ловушку попадают девчонки молодые, ну, просто там сначала все красиво, хорошо, типа там, замуж, особенно любят дать объявление о замужестве, что вот там мужчина с виллой хочет познакомиться и найти себе жену. Сначала там девчонка ведется, девушка там, допустим, все вроде красиво, ухаживание, все, а потом началось. и она не замечает, какой он просто медленно из подволь так же начинает обкалывать, но при этом ей пытается руководить, чтобы получить прибыль, да, максимальную. Вот, и в итоге она оказывается просто ее банально продает, только она об этом не знает, но это не то, что предательство, но, представляешь, такое, втереться в доверие человека, а потом его вот так вот пострадать своим людям. Это давно испытанные методы, это уже не новое, конечно, все это понятно. Саша, ну, а выход-то какой из этого, тем более вот вам, допустим, в вашем положении, как? Ну, выход у меня вообще-то есть муж, конечно, то есть, благо он там тоже собирает информацию, сейчас фотографирует, то есть, я просто всем советую, во-первых, как-то попросить кого-то, хотя не обязательно профессионалов даже, пускай это будут люди со стороны какие-то знакомые, обзавестись несколькими сим-картами, то есть, не разговаривать по одному, там уже, да, каким-то образом карты, которые не оформлены на вас, может быть, какие-то, ну, понимаете, да, чтобы не было того, что... чтобы не было, да, и что, и что. Значит, во-первых, то есть, как это сказать, свою безопасность, имеется в виду личную информацию, которую вы говорите, по телефону, который, естественно, допустим, немножко, то есть, скрывать информацию, которую, то есть, не быть на, как раскрытой книга, особенно перед этими людьми. Саша, во-первых, они сейчас вот по паспорту все симки продают, и во-вторых, сколько я не покупала в разных городах, вот через 15 минут уже садятся. На любую симку. Не поняла, что садится именно? Ну, садятся на прослушку. А, нет, ну, знаете, нет, у меня не видела одна электронная, ну, это вот по паспорту, туда уже без паспорта все продают, а по паспорту все люди, в любом городе, буквально 15 минут проходят, и еще садятся на прослушку. Откуда вы знаете, как вы снимаете эту прослушку? А, я вижу, я уже научилась это отличить моментально. Даже памятные, Ага. Ну, может быть, но, я не знаю, у меня просто есть знакомый, который, ну, мне помогает иметь сим-карты и оставаться, ну, он как бы тоже бывший, так сказать, в спецорганах этих был, и поэтому он знает. Вот, ну, я к тому, что просто, как сказать, действительно, может быть, не информация, чтобы им в руки попадала, я это понимаю. А с лазером, допустим, мы с этим воздействием, здесь как было? Еще раз, что вы спросили? Ну, вот с воздействием дома, вот дома, в ночное время, здесь как быть? Ну, то, что я, естественно, от этого сама еще не нашла защиты никакой, то есть, я говорю, эти все металлические листы, вы правильно сказали, что лазер для лазера, это вообще ничто, да, там, для, ну, и химии, понимаете, вот, сам металл, но демокторство, они вот распыляют, и кого-то дышат, вот эта гадость, ты не знаешь, чем сам дышишь. Да, дышать заставляют всякой химией. Да, это точно, я тоже уже заметила, то есть, просто, здесь, конечно, ужас-то творится, у меня тоже, вот, сейчас, но здесь я не могу сказать, что медицина даже бессильно, что там говорить, да? У вас большой срок. Ну, три года, вот, три года, у меня, вот, нет, я имею в виду, длина носит. А, мне три месяца. Да, еще, носите, носите, дай бог вам терпения, стойкости. Ну, да, спасибо. Вот, ну, я, я просто надеюсь, что, я вот сейчас всем рассказываю тоже, надеюсь, что меня поймут, потому что я, у меня совершенно другие сейчас интересы, есть любимый человек, как бы, мне вот эти, не то что, ну, игры-негры, да, у них там, для них это игры, для меня это, конечно, издевательство, вот, я как бы не поддерживаю, это политик. Потому что, конечно, издевательство, тем более, ребенок, это вообще ужас, что они творят, я не знаю, нелюди какие-то, нелюди, их даже пашистами, кто не назовешь. Да, это страшное дело, конечно. Ну, это, как их называют, ловцы безграничной власти, да, ловцы безграничной власти, вот, это хорошее выражение, то есть, то, действительно, это люди, я считаю, они больны своего рода, это действительно психическое, это прививание, они, на самом деле, не признают, что психи-то одни, потому что, ну, извините, болеть, как это сказать, чувством превосходства и считать, что все там глупые, а я там, не знаю, Наполеон Бонапарт, это, конечно, глупые, то есть, ну. Но их очень много, заметьте, вы посмотрите, какое их количество. Да. И сколько тех, кто хотят заработать. И неважно, чем, либо заработать. Да, тут я согласна, но это, знаете, это уже мировоззрительная проблема, потому что, страны, страны третьего мира, да, вот как мы, ну, даже мы не третьего, я не знаю, с таким уровнем безработицы, с таким уровнем раздробленности и, допустим, ну, голоданием регионов, потому что, ну, уже страну разорили фактически, да, то, что питаются за счет центра, а регионы... это страны, абсолютно не страны, ну и что? Ну, ну, как бы, на самом деле, с точки зрения секретных спецслужб, это применялось еще в войну и в различных спецоперациях, в том числе, там, военных, да, то есть, и понятно, что там массовый мир, при Сталине, при Сталине, это было массовое зомбирование, понимаете, то есть, на самом деле, все это... В общем, я так поняла, что единственный способ борьбы это гласность и потом отвечать и теми же методами им. Да. Вот как они с нами, вот, понимаете, другого они не поймут, только вот с их же оружием с ними бороться, и как можно больше в этом безбезоявлять, грамотно заявлять. Не так, как вот у Аллы Яковлевны, у нее очень бездарный сайт, абсолютно. И сколько раз говорила Аллы Яковлевну, там надо навести порядок, чтобы людям было интересно туда заходить и читать. Ну, я вам, знаете, скажу так, что я вот тоже общалась с жертвами, да, их очень много, и на самом деле, там, и молодые девчонки совсем вот прям тоже с девушкой со мной общалась, прям совсем молоденькая такая вот, и молодые ребята, то есть, вот, и которые... Они это понимают? Они это понимают, конечно. То есть, я тоже думала сначала, только старшее поколение там, а нет, молодежь уже осознала, вот, тоже сначала, тоже все, это, конечно, получается увлекательный рассказ у каждого в своей жизни, как кому ее попортили, да, можно сказать, как вот мемуары писать, но это же не мемуары, это наша единственная жизнь, которая нам искусственно портит, вот, и я вот поговорила с этими людьми, и они, мы тоже решили создать свой сайт, независимый, то есть... Обязательно, обязательно сайт надо в первую очередь создать, и немедленно, и какую-то организацию, которая бы действительно грамотно с этим боролась. Ну, вот эти бабушки, которые с плакатами там, не знаю, куда ходят и зачем, а вот именно надо грамотно, целенаправленно, всем миром с ними бороться, иначе мы не победим. Ну, смотрите, опять же таки, вот мне, там, одна девушка сказала, говорит, ну, как же мы будем с тобой общаться, если нам сейчас всем сказали, что те, кто будет со мной общаться, тому, тот будет получать по полной, вот эти удары, понимаете, они... то есть, как... и все. Ну, да. Там уже кто ходит. Кстати, они нас боятся, они нас очень боятся, и с собой всего они боятся гласности. Да, да, и больше всего. У них принцип разделяем власть, значит, надо действовать наоборот, значит, надо объединяться и гласности это передавать, и все, и как можно больше информирует население. И причем, не один сайт, а как бы вот на всех вот этих, вот и во всех, больше информации, максимальной информации, чтобы до людей доходило, а то вот мне тоже начинают людям говорить, они, да, вот мы видели, по телевизору даже показали фильм, там бабушки с кастрюлями на головах ходят. Я говорю, уходят бабушки с кастрюлями, потому что бабушки не знают больше, как защититься, потому что им по голове долбят, они кастрюлю одели. А люди не занимают, они думают, это маразм, или вообще, крыша едет. Ну да, все, все правильно, а еще не забывайте, что у них есть, они же могут, они же могут как просматривать помещение, то есть фотографировать. Они все видят, они все видят абсолютно. Но они как видят... Вот у меня, они каждый сантиметр, они знают, где у меня все лежит, что я делаю в течение дня. Они тут 24 часа за мной наблюдают, они все мои движения знают. Что это мне выйти на полчаса, они приходят и все это изымают. Им даже искать не надо, они знают, где у меня что лежит. А, ну да. И чем я занимаюсь, и чем я занимаюсь? Что это мне зайти в ванну, только я навязываю в ванну, они тут же начинают мне кислотой поливать. Да вы что? Откуда? Из крана, что ли? Нет. Сверху откуда-то капает гель. Видимо, поле какое-то создают, дыроки на потолке не нашла. А вот сверху на меня капают такие вот неочевидные кислотный гель. И причем, как только она капнет на кожу попало, тут же валды и тут же кожа кладет. Кошмар какой-то ужас. И рана потом долго никак не заживает. Вот я в этих ранах и если, конечно, попадает на кожу. А так вот на одежду, вся одежда кислотой воняет. Я не успеваю стирать, мыться не успеваю. Они то соду распыляют, то кислотой капают. И заживаются. На соды лучше что реагируют, да? На соды щелочные у структуры, да? Ну какая-то щелочь, понимаете? Дело в том, что они, видимо, это глины, они так, они брыз-брызок понетрализуют щелочи, кислота. Видимо, они поэтому попеременно воздействуют. Не знаю, я. Что они хотят? Я физик, я понимаю. Ну да, щелочки, когда паши нейтральные, ну да, чтобы, ну да, чтобы наносилось. Нейтрализовать, да, и потом не доказать. А, ну, смотря, к Мазур туда обращаться бесполезно, с анапидстанцией отказываются даже замеры делать. Они сразу начинают вопить, что у них крыша едет. То есть все. Ага. Понимаете, и даже боятся об этом заводить. Ну, в общем, они отбивают и больше ничего. То есть, вот, вы понимаете, что это на государственной? Я думала, что это какая-то криминальная группа, какой-то криминал, какой-то что. Нет, это повсеместно, во всех уровнях, во всех инстанциях и на государственном уровне. Начинает всегда кончая Москвой. Ага. Согласна, да. Теперь, да, я тоже, когда понимать, начинаешь это все, масштабность всего этого, да, это уже... Это масштабно, вы понимаете, это настолько масштабно, причем в Москве, оттуда все это идет. И потом я смотрю, как они себя уверенно и нагло чувствуют. Это надо такую поддержку меньше, такую уверенность. А они слишком уверены. Да. Но в то же время стараются взять секреты. Мне вот смешно, как они пытаются из этого сделать секрет, когда этим занимаются какие-то пьяницы, какие-то алкаши, какие-то недоноски, вот ходят с этими мобильными, ходят с этими приборчиками. Где этот секрет, когда у нас что в городе этим занимаются? Нет, я объясняю, просто смотрите, ведь зомбируют не только стариков и женщин, а еще и молодежь. Молодежь с ее психикой неустойчивой, которую легче всего так же взять на крючок. То есть, грубо говоря, сказать парню, слушай, ты будешь вот давай смотреть хихиха-ха, будешь там получать за это, не знаю, или даже не пусыли, а просто для развлечений. То есть, для того, чтобы родить еще одного углюдочного, так сказать, маразматика, который будет этим впоследствии заниматься профессионально, например. Нет, самое интересное, у меня вот, извините, иногда у меня знакомая живет на дне и ту же квартиранты такими вещами. Так эти квартиранты в одной комнате там две семьи, шесть человек, и причем там дети бегают по ночам. Эти по ночам приборы таскают по квартире, дети тут же бегают. Ничего, то есть, то есть, как бы, нет, я вам объясню правильно, у меня соседи тоже с детьми. А почему? Потому что вдруг, если вдруг какая-то серьезная проверка, то есть, гражданин достучался до какой-то власти, и правда решили проверить, понимаете, как это все делается. Убираются, во-первых, предупреждают, потому что они прослушка же, они же знают, о чем мы говорим. То есть, в квартире, в доме, да, они, то есть, любая проверка так же, они могут проверить, подготовиться к ней, и, как бы, в случае чего, тут же выбегают детишки, счастливые семейные пары, там, ну, представила ли, как-то. Ну, да, понятно, эти шумы, да, и создают прививительные люди, ага. Да, что мы, какое, вы что, да, она ненормальна, вы на нее посмотрите, она там непристошная, какая-то все неумытая, вообще не пойму, какая. Вот, а мы нормальны, у нас семья и дети. Вы знаете, у меня сосед, когда заехал, там, 8 лет назад, это началось, когда квартира по договору Мены в 95-м году была, ну, обменена, да, даже не перепродана, но договор Мены был. Вот, появился новый хозяин, какой-то там, торба, там, фамилия числится, значится, вот, хотя этот договор хотя я поднимаю это тему, пришла участковому о том, что проверьте, договор фиктивный, это бумажка с печати, с которой я могу досить, просить и говорить, что я хозяйка, да, вот, никто проверками такими не занимается, почему, потому что опять, видимо, либо, ну, просто угрозы идут, либо просто платятся деньги, за то и за молчание, вот, и, соответственно, этот человек стал, мы еще, у меня бабушка жива была, жива была, и мы слышали, как ребенок кричал по ночам очень сильно, истошно, маленький ребенок, совершенно, ну, как был, ну, мальчишка, по-моему, там был, то есть подросток, вот, и, у меня даже там кто-то не выдержал, пошли мои родители туда наверх, потому что, ну, действительно, просто внутри уже издевательный, не то, что просто ребенок, а, значит, ну, именно крик истошный, когда, да, ребенку требуется помощь, уже понятно, это издевательство, и вышел такой амбал, там, трехдвухметровый, и сказал, какое ваше дело моим, ну, бабушка, по-моему, ходила, что-то там, какое ваше дело я ребенка воспитываю, представляете, то есть тупо, тупо мое дело, и пошли все вон, теперь у меня соседи, как бы тоже были на моей стороне какое-то время, да, ну, то есть понимая, опять же, у нас тут было левое ТСЖ организовано в доме, но это тоже схема, просто с помощью которой захватывают квартиры, то есть это, там, это понятно, коммуналка, это вот именно отъем квартир, да, да, то есть помимо вот этих вот, помимо вот этих обработки психотронами, идет и финансовая схема внедряется, очень криминальная, то есть, ну, которую вроде так, значит, снаружи не видно, в случае чего можно прикрепиться к каким-то бумажками, да, сказать, что вот у нас тут ТСЖ, которое как-то якобы честно, на самом деле, оно там по поддельным доверностям распродало уже полдома, просто тишина, никто его не знает. Ну, ТСЖ, у нас управляющие компании, или жеки, то же самое делают. Ну, абсолютно, у нас провода, тут аппаратура, электроника в каждом подъезде, зачем они это все поправили, у нас все квартиры на видео, сидит там ночью какой-то этот, как он у них, электрик или кто, инженер, и вот он за всеми наблюдает, в подвале нашего дома. В подвале? В подвале, ну, в подвальное помещение, у нас управляющая компания захватила наше полуподвальное помещение, села нам на шею, начинила весь дом электроникой. Ну да, то есть они, ну вот они и есть, получается, это та мафия, то начало мафии, которая просто начинает, ну, отжимать жилье, да, то есть, грубо говоря, сажается свой человек, да, там, на уровне, там, ДЭЗов, это понятно, там, управляющих компаний, а потом просто начинаются мониторинг. Аппарат абонента выключен, или находится вне зоны действия сети. Продолжение следует...